Я еще раз витаю наших глядачей. На продолжение информационного блока будем спелкуваться и с гостем студии. У нас Святослав Олейник. Вин кандидатом депутата до областной ради от партии «Видроджение». Добрый вечер нашему гостю. Давайте начнем с темы, которая у всех на слуху. Мне кажется, что партия «Видроджение» побила все рекорды по двойникам на этих выборах. Тема клонирования вашей партии. Почему именно вас избрали для того, чтобы формально чистым образом размножать? Но внутри это очень грязный способ. Да, вы здесь правы. Я думаю, что еще история украинских выборов вот такого задваивания не знала. Потому что раньше практиковалось похожие фамилии выставлять кандидатами. Но чтобы целую партию и примерно где-то около 200 таких липовых кандидатов в депутаты регистрировать, то такое, я думаю, в нашей стране и в истории впервые бывает. Конечно, честно сказать, мы такого не ожидали просто потому, что это очень огромный организационный финансовый ресурс должен был быть задействован для этого. То есть нужно было зарегистрировать целую партию политическую с похожим названием. Нужно было подобрать двойников тех людей максимально полных, которые возглавляют список. Получить их согласие на это? Согласие получено там следующим путем. Тут мы уже разобрались. Значит, у нас задвоен, например, первый номер областного списка в бюллетене. В партии Ведроджиня список возглавляет Куцин Владимир Семенович. Это директор Никопольского завода феросплавов. За ним стоит 15-тысячный трудовой коллектив со средней заработной платой, близкой к 9 тысячам в месяц. Поэтому достаточно серьезное промышленное предприятие. А ему нашли двойника в партию Ведроджиня Украины. Нашли двойника Куцина Владимира Леонидовича. Это житель Харьковской области. Он дома не проживает. Его невозможно найти. И соседи по месту жительства говорят, что он вообще страдает алкоголизмом. И очень ведет такой асоциальный образ жизни. Вот этот Куцин формально зарегистрирован в партии Ведроджиня Украины, которая как раз является клоном. Точно такая же ситуация у нас с Крупским. Крупский, который в настоящей партии Ведроджиня, это известный в городе человек. Это первый заместитель городского голубы. Он был и первым заместителем губернатора в свое время. То есть это человек, которого все знают много лет. И его двойник проживает в Тернопольской области. Имеет такие длинные усы. Вуйку. Да. На самом деле он тоже у себя по адресу прописки не проживает там. Находится его семья. С семьей он в разводе. Сам он живет сейчас в Киевской области. И, собственно говоря, ни разу вообще не был в Непопетровске. И, конечно, баллотироваться никуда не собирается. Совсем комичная история с кандидатом в мэр Кривого Рога. Там тоже двойник. От партии Ведроджиня идет там Караманец. Константин Караманец. Это тот, который настоящий. Ему зарегистрировали тоже двойника полного. Караманец, который на самом деле является беженцем из Донецкой области. Живет он в Полтавской области. В общем-то это очень нормальный, приличный человек. Он честно признался, что ему заплатили 10 тысяч гривен за то, чтобы он дал вот эти паспортные данные свои и зарегистрировался. Когда он узнал о том, что вот произошло вот такое мошенничество, то он приехал сюда в Днепропетровск. Лично пришел в территориальную комиссию Кривого Рога. И не просто письменно, а и сам заявил о том, что он снимает свою кандидатуру. Ему это не нужно. Он в этих мошенничествах не участвует. Достаточно порядочный человек. Но что интересно, что комиссия его так и не сняла. Несмотря на то, что человек говорит, что не хочет баллотироваться. Но в Кривом Рогу, видимо, мы уже перешли на работу комиссии, которые не обращают внимания ни на что. На сегодняшний день, при наличии того, что человек сам ходит в суды, сам ходит на телевидение и говорит о том, что я не хочу никуда баллотироваться. Это был подкуп обыкновенный. Его все равно оставляют в избирательном бюллетене в Кривом Роге. Надо понимать, каков уровень безобразия, который осуществляется сегодня в этом вопросе. Потому что даже человек, который сам говорит о том, что я не хочу, чтобы я был в бюллетене, его все равно из бюллетеня не убирают. Послушайте, мы-то понимаем, о чем речь и почему это делается. Большинство людей, естественно, об этом не думают. Кто-то, может быть, слышал, кто-то слышал радио или телевидение эту информацию. Для чего это делается? Можете объяснить людям, почему это делают и для чего? Здесь все достаточно ясно. На самом деле партия Ведроджиня в Днепропетровской области собрала и саккумулировала такую достаточно мощную и сильную команду, которая очень хорошо известна в своих регионах. То есть, если мы возьмем территорию всей области, то в списке партий Ведроджиня, которые выставлены баллотироваться кандидатами в областной совет, и в районный, и в мэры городов, это очень хорошо известные на территории люди. Это и врачи, это и учителя, это и фермеры, производители агропродукции, это и металлурги, это и люди культуры, и действующие депутаты городских и районных советов, действующие мэры. То есть, совершенно очевидно, что эта команда, она способна набрать очень приличный результат. Мы сегодня видим рейтинги, мы прекрасно понимаем о том, что по состоянию на сегодня не менее 20% в областной совет берет партия Ведроджиня, потому что люди знают, избиратели наши знают, жители тех людей, которые баллотируются от партии Ведроджиня. Поэтому есть очень большое доверие к этим кандидатам, и понятное дело, что это кому-то очень не нравится. Главным образом это не нравится представителям оппозиционного блока, это главная, скажем, оппонирующая сила. И именно вот это все организовали склоном именно представителей оппозиционного блока, это под командованием Вилкула было организовано, Вилкул, Удот, все сопровождают члены этой команды. Вот эту деятельность по, скажем, мошенническому появлению партии Ведроджиня Украины в бюллетене. Почему я это говорю, я это знаю достаточно точно. Мы видим, какие огромные ресурсы вкладываются в то, чтобы сформировать эти списки. Теперь идет массированная реклама в средствах массовой информации. Но я вам скажу, что это реально миллионы гривен потрачены только на рекламу, на полиграфию, на то, чтобы сбить людей с толку. Ну и самое главное, очень все просто, но вот до такой уровня низости и подлости могут, в принципе, дойти только представители вот этой старой команды Вилкула, Удота, все вот эти из Кривого Рога люди, которые, скажем, уже один раз здесь похозяйничали так, что люди вышли уже на протесты и свергли их вместе с режимом Януковича в свое время. И сегодня они, конечно, любым способом, они пытаются, скажем, как-то вернуться, как-то осуществить реванш и, в общем, изображают из себя таких смиренных овечек. На самом деле, вот эти методы, которые они использовали и раньше, подлость, мошенничество, обман, в общем, собственно говоря, любой диапазон, вплоть до, к сожалению, и насильственных действий, которые за ними уже начинают числиться. В ходе даже этой кампании мы уже видим целый ряд насильственных преступлений, которые осуществляют именно банды, связанные с Вилкулом, банды, связанные с Криворожскими и Днеподзержинскими преступными группировками. Сегодня уже, к сожалению, и это происходит. Значит, вот это тот арсенал, который используют именно эти люди. Другие партии, особенно те партии, которые, ну, относятся к демократическому спектру, они просто на такие гадости не способны. Просто они даже не могут им в голову это прийти. Совершенно очевидно, кто это делает и совершенно понятно, зачем. Самый сложный вопрос, который у меня возникает, если честно, по этому поводу, не то, что, скажем, там Вилкул хочет какие-то голоса отнять у партии Ведроджиня, а то, что в процесс вот этой подлости и грязи задействовано огромное количество людей, задействованы работники. На что тратятся силы? Средств массовой информации. Например, допустим, вот я смотрю по другим каналам, даже специальным образом фальсифицируются рекламные ролики так, чтобы вслед за рекламным роликом, скажем, политической партии Ведроджиня всунуть вот этот фальшивый ролик с другими номерами бюллетеней. Огромное количество людей задействовано в раздаче прессы, в раздаче агитационного материала от фальшивой партии. Люди, которые это делают, прекрасно понимают, что они являются соучастниками. Но это даже не совсем преступление, это просто очень низкая такая, ну, такая подлость определенного рода, высокого уровня. А юридически это не нарушение? Это не правонарушение? Это наказуемо? Все ведь понимают. Конечно, юридически это нарушение, потому что после того, как лживый кандидат в мэры Кривого Рога заявил, что ему были за это заплачены деньги, то это точно такая же статья Уголовного кодекса, как и подкуп избирателя. Подкуп кандидата, она описывается одним статьей Уголовного кодекса. По этому поводу есть соответствующее уже производство в милиции. Но, понятное дело, что в общей сложности сегодня зарегистрировано порядка 30 сообщений о преступлении в ходе избирательной кампании. К сожалению, правоохранительные органы очень вяло расследуют такого рода преступления. Как правило, все эти расследования, они происходят после выборов. И поэтому вот это черное дело, оно, в общем-то, делается. Еще раз хочу вернуться к этому вопросу, что основная же проблема не в том, что две политические партии сражаются, и одна, допустим, сражается грязными методами. Проблема в том, что вот эти грязные методы и подлости, они вносятся снова на повестку дня украинской политики. Я лично был уверен, что все это в прошлом, что мы уже от этих махинаций и фальсификаций вот таким сложным, трагическим путем, который прошла наша страна, уже избавились. Вот что происходит самое опасное сейчас, это то, что снова возвращаются эти методы прихода к власти, эти методы выборов, эти методы мошенничества, фальсификации. Вот все то, против чего люди боролись и в том числе уже за последние два года отдали свои жизни, тысячи людей отдали свои жизни за то, чтобы страна была другой. И сегодня вот это черное, оно опять возвращается любым способом, любыми методами. Вот это самое тревожное и самое важное, чтобы поняли люди на этих выборах. И даже не вопрос, за какую партию проголосовать. Очень важно не допустить в любой вид власти, в любые местные советы подлых и грязных людей, которые способны вот на такие фальсификации. Почему? Потому что, во-первых, они считают людей идиотами. Они считают, что раз они могут сфальсифицировать партию, то тогда и люди, которые будут голосовать, они будут тоже, они настолько плохо разбираются, они не умеют читать. У нас люди действительно плохо разбираются, очень плохо разбираются, в особенностях выборного законодательства, но очень сложное. Люди могут разбираться в выборном законодательстве плохо, но тот, кто считает, что они не умеют читать и не понимают, они разбираются, тот совершает огромное моральное грубое нарушение, в том числе перед будущим нашей страны, потому что это позиция людей, которые просто уверены, что у нас народ настолько тупой, что его надо обмануть, а потом его нужно эксплуатировать и выкачивать с него все софи. Вот какого рода политические силы в виде оппозиционного блока, в виде Вилкулая и его компании сейчас рвутся к тому, чтобы получить какие-то проценты на этих выборах. Давайте немножко сейчас сменим тему, о вас поговорим, потому что у нас не так много времени. Я удивлена, почему вы выбрали партию Ведроджиня. Вас связывали с командой Коломойского. Вы в другой команде сегодня. Почему вы выбрали Ведроджиня? Во-первых, команда Коломойского – это те люди, которые работали в областной администрации, начиная с марта 2014 года, когда у нас в стране вообще не осталось никакой власти. Тогдашний президент Янукович сбежал из страны. И во власть, в государстве началась достаточно трагичная череда событий, начиная от смертей на Майдане и заканчивая оккупацией Крыма, возникновения сепаратистских республик ДНР, ЛНР. И тогда Коломойский пришел к губернаторам, все хорошо это помнят. Главной задачей было остановить расползающуюся чуму военных действий, остановить войну, не пустить ее на территорию Днепропетровской области, не пустить ее дальше на всю Украину. И в этом смысле Коломойский пригласил с собой работать трех человек. Вся команда Коломойского – это три человека. Это Корбан Филатов и ваш покорный слуга, я Олейник. И я был и остаюсь человеком, который связан с Коломойским, связан с работой в администрации в критический и сложный период. Что касается избирательного процесса, про который мы сейчас говорим. Коломойский в нем не участвует. Коломойский не стал членом ни одной политической партии. То есть он не пошел в Укроп, он не пошел ни в какие другие партии, ни в блок Петра Порошенко, ни в какие. Он закончил свою миссию на посту губернатора, об этом сказал в средствах массовой информации. И вернулся заниматься своей предпринимательской деятельностью. У нас возникла абсолютно нормальная, ну, в смысле, свободная возможность выбирать те политические силы, с которыми баллотироваться на выборы. Вот Корбан и Филатов, они сделали свой выбор, они пошли в партию Укроп. А я пошел в партию Ведроджиня, потому что она больше соответствует моим представлениям о том, что нужно сегодня в Невропетровской области. Потому что сегодня сложилась достаточно критическая ситуация, что политический процесс достаточно полярен и очень сильно конфронтационен. То есть, с одной стороны, есть оппозиционный блок, о котором мы говорили, это Вилку и вся вот эта свора, которая уже разграбила в прошлые периоды государство и, в частности, Невропетровскую область. С другой стороны, есть патриоты, которые себя позиционируют как люди, которые базово придерживаются патриотической и национальной идеи. Но, к сожалению, эти патриоты, они имеют не очень большой управленческий опыт, не очень большой опыт созидательного труда. Но у них есть... Ну, пока еще, да, когда-то же люди начинают... У них есть между собой очень большое полярное противостояние. Если бы посредине не было партии Ведроджиня, то мы бы были в ситуации, когда реально было бы очень сильное столкновение. Когда вероятность... Ну, представим себе, смоделируем гипотетическую ситуацию, что, допустим, Вилку где-то побеждает на выборах. Что произойдет? Его просто так же точно выкинут в мусорнике, как это происходило год назад, и возникнет реальная физическая основа столкновения. Вот почему партия Ведроджиня, которая сконцентрировала всю Днепропетровскую элиту, она как раз находится посредине между вот этими конфронтационными лагерями. И именно прохождение партии Ведроджиня, ее высокий результат, это та гарантия, что столкновения в обществе не произойдет. Это именно гарантия. То есть вы такая себе стабильность, да? Абсолютная стабильность, потому что люди, которые сконцентрированы в Ведроджиня, это люди, которые занимаются просто трудом. Они делают свое дело, кто бы это ни были, врачи или учителя, или это директора заводов, или это действующие мэры. Они просто занимаются своим трудом. Притом они тоже являются патриотами, потому что они точно так же, даже может быть больше, чем другие люди, обеспечивали тыл, обеспечивали армию, кормили фронт, одевали, обували. Это все делали люди, которые сегодня представляют собой Ведроджиня. Вот это нейтральное с точки зрения политического процесса, политическая сила, которая именно должна быть представлена на местных выборах. Потому что местные выборы — это вопросы канализации, вопросы дорог. Это не вопросы политики, это вопросы созидания и изменения ландшафта, изменения инфраструктуры, изменения освещенности улиц. Тут нет политики большой, это обычные хозяйственные вопросы. А политика — это когда мы говорим, что это партии такие, то есть когда мы встретим большую конфронтацию. Это идеология, да. С чем вы идете? Я почему тороплю вас, потому что время наше, время дорого. Вот мы с этим и идем. То есть программа партии Ведроджиня — это программа, которая просто предусматривает реальную реконструкцию, возрождение каждой конкретной территории. Потому что мы объективно должны признать, что мы сегодня находимся в состоянии, которое в истории Украины принято назвать руиной. То есть прошла война, которая еще не закончилась. Прошла революция, сменилась власть. Предыдущая, которая была Януковича, убежали. То есть все это сломалось. Люди вошли в состояние колоссальной конфликтности и обнищали на фоне всех этих процессов. То есть вот это и есть руина и управленческий хаос. Поэтому партия Ведроджиня призвана восстановить стабильность, спокойствие и просто перейти, что и сейчас уже происходит, к обычному созидательному труду. Потому что нужно понимать, что из руины должен быть какой-то процесс возрождения, восстановления и не только экономики, но и обыкновенных дорог, тротуаров и всего остального. Вот это базовая программа партии Ведроджиня для Днепропетровской области. Реконструкция, восстановление нормального жизненного уклада и развитие путем созидательного труда. Все. Не надо в этом... Здесь нет политиканства, здесь нет обвинений. Если бы на партию Ведроджиня не была осуществлена такая атака, о которой мы говорили, то вообще бы мы сегодня не вспоминали никаких наших оппонентов. Понимаете? Просто потому, что на это не надо тратить время. Нужно тратить время на ту вещь, которая будет изменена на асфальтирование, на состояние улиц, на чистоту, на тарифы, на бытовые вопросы, которые тревожат людей. Вот как раз из этого, из людей, которые это обслуживают, и состоит партия Ведроджиня. А сколько времени, так вот коротко, сколько времени нужно монотонного труда, для того, чтобы программа вашей партии, ну, по крайней мере, почувствовали ее, да, на какие-то плоды первые, долгосрочные, короткосрочные. Наша программа очень конкретна, потому что она уже реализовывается частично в некоторых населенных пунктах. Потому что там есть действующие мэры и действующие представители депутатского корпуса. Я могу уверенно сказать, что вот по опыту, например, города Синельниково, в котором мы проводим уже целый год масштабную реконструкцию, для того, чтобы город поменял свое лицо, город там областного значения или областной центр, необходимо 3-4 года вот такой последовательной работы. Не нужна демагогия, не нужны рассказы о том, что будет в 2020 году. Все это чепуха. На самом деле 3-4 года плодотворного труда, и мы увидим сразу видимые результаты. Вот я приведу пример по городу Днепропетровску. В этом году, всего лишь за полгода, то есть с весны реально начались тендерные процедуры и работы, производен капитальный ремонт проспекта Мира на жилом массиве Левобережном, улицы Рабочий, проспекта Карла Маркса, набережной Победы. То есть огромные целые блоки жилой части города претерпели полную такую тотальную реконструкцию. Какого качества эта реконструкция? Посмотрите, новое асфальтное покрытие, вот новый мост, возле которого мы с вами находимся. Было предусмотрено обычный ямочный его ремонт. Он сделан полностью, хотя не считается капитальным, просто полностью от начала до конца переложено асфальтное покрытие, сделана современная разметка, заасфальтированы достаточно мощно левого берега, там на Приднепровске, на жилом массиве целые огромные улицы. И обратите внимание, что в городе Днепропетровске в этом году не произведен ни один ямочный ремонт. Все ремонты дорог произведены таким карточным способом, когда эта карточка, которую отремонтировали, должна простоять два и более года. То есть ее не надо ремонтировать в следующем году. Это и есть ведро джиня в чистом виде, потому что применяются просто простые, но очень качественные и честные способы ведения хозяйствования. Так, ну что, должны заканчивать. Буквально вам несколько секунд. Обратитесь к людям, почему нужно прийти. Можете объяснить, почему нужно проголосовать за вас. Я очень прошу 25-го числа всех жителей и города, и области сделать осознанный выбор. Поддержать партию ведро джиня. Она сконцентрировала в себе управленческую и настоящую культурную и творческую элиту Днепропетровщины. И против партии ведро джиня осуществлена беспрецедентная атака и нападение. Она, к сожалению, имеет своего двойника в бюллетенях. Я прошу всех, кто поддерживает ведро джиня, поддерживает нашу команду, проголосовать в областном бюллетене за номером 7, в городском бюллетене Днепропетровска за номер 2. 2 и 7 – это правильные номера, которые имеет партия ведро джиня. К сожалению, мы вынуждены тратить даже на это время, чтобы разъяснять людям, как найти ту партию, за которую они хотят проголосовать. Пожалуйста, обратите свое внимание на то, чтобы показать тем людям, которые хотят делать политику на обмане и на лжи, на фальсификацию, что люди все-таки сегодня уже другие, что они осознанно делают свой выбор и что вот эта ложь, она не проходит. Спасибо большое. Спасибо вам. На сегодня все. Я еще раз дякую нашему гостю, кандидату депутаты до областной ради от партии «Відродження» Святослав Олійник, був гостем нашої студії. Залишайтеся на девятому каналі. Усього вам наикращого. До побачення. Все, в порядок? Да, вас, конечно.